В 4 часа утра одному брату позвонил телефон, он поднял трубку и слышит такое, Александр, к нам прибежала девочка сейчас, плачет и говорит, спрячьте меня, меня украли цыгане, и я от них убежала, пожалуйста, спрячьте, я сильно боюсь, что делать? Он говорит, я спросу Сони, говорю, она правду говорит, ну откуда я знаю, ну а как вот ты, ты поспрашивай, ну плачет, так говорит, вроде все правда, ну еще пару вопросов, какой возраст, ну лет 12 ей, срочно садись в машину и едь ко нам, 80 километров живут они между собой, приезжают, привозят девочку, черненькая, на цыганку похоже. Расскажи, что, как тебя зовут? Марина, Марина, расскажи, что случилось? Меня цыгане украли, меня цыгане украли, я от них убежала, я верующая, я с мамой песни знаю, ну пою, когда жила с мамой, я молиться могу, а какие ты песни знаешь? Ну я знаю, ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, а еще какие ты знаешь? Ну и я знаю песню, струн души, рука Христа касается. А ты можешь спеть? Давай мы сейчас споем детьми, этот брат Александр, ответственный в той местности, брат говорит, давай мы сейчас споем, ты сможешь нам подпеть? Да, споем. И говорит, мы запели с детьми, и она подпевает, и голосок хороший такой, и хорошо поет. А местность, где она живет, где жила, откуда украли ее цыгане, 500 километров. А ты можешь помолиться? Да, я с удовольствием помолюсь. Стали на колени намолиться, Господи, ты видишь, я много молилась тебе, чтобы убежать от этих злых людей. Я убежала, благодарю тебя, ты дальше за жизнь. И хорошо помолилась. Мы посоветовались и решили ехать в этот город, в Днепропетровскую область. Это на Украине случай был. Сели в машину, посадили ее так, чтобы она сидела посередине, чтобы вдруг, если кто-то заметит, похоже, цыгане будут искать ее. И поехали. Подъехали к дому. А в процессе еще не подъехали. Спрашивают, а как получилось? Она говорит, я последний день шла в школу, май месяц, последний день. Решила зайти на рынок и купить учительнице цветов. Подошла к киоску, где продают цветы, и в это время выскочил большой цыган такой, схватил меня и затащил машину. Бросил, закрыл дверь, и мы поехали. Я кричала, я моляла, я плакала. Они не обращали внимания, два мужика было, два цыгана. Привезли меня, долго мы ехали, семь часов ехали. Высадили цыганский дом, много цыганчат, завели ее. Говорит, вот эта женщина, это моя жена, это твоя мама. Ты будешь с нами жить, ты нашей дочерью будешь. Я буду твой папа. У нас вот такое задание будет, ты пойми, ты должна себе на жизнь сама зарабатывать. Что украдешь, то твое, мы так живем. Украли, съели, не украли, голодные. Завтра пойдешь на базар, ну и давай, смотри, как твои братишки и сестрички работают и учись. Она говорит, я воровать не буду. А будешь, голодная посидишь и будешь. На утро, говорят, меня повели на базар. Мальчишки, девчонки, конфеты, сосиски, что попадается. Ну, цыгане, знаете, умеют, похоже. А она голодная, я день голодная, два, я плачу и молюсь. Еще один промысел был у них такой. Они ходили по домам, и мама в кавычках цыганка заходила и говорит. Мы хотим вам погадать. Давайте вашу жизнь, я хочу, скажу. А в это время, когда хозяин отвлекался, вот эти цыганчата забегали в дом, в квартиру, и все, что видели, хватали и убегали. Она это не делала. Понимала, что это нельзя делать. В один дом пришли, цыганка говорит, я хочу вам погадать. А хозяин говорит, я верующий, мне гадать не надо. И она говорит, я закричала, вы верующий. Я тоже, цыганка, раз ее тихо и увела. Она говорит, а я запомнила этот дом. И решила убежать. Ночью, рано, ночью проснулась. Аккуратно вышла босиком на улицу. Обула тапки, это уже лето было, и побежала. Перелезла через забор, постучалась, и вот, и вот я уже с вами еду. Подъехали к дому, она вышла, и соседи. И Марина, ты не пропадала, плачут. Ну, мы очень коротко объяснили ситуацию. Понимали, что за нами могут следить. Сказали, так и так, прибежало все. Объяснили и уехали благополучно домой. Она стала бояться выходить на улицу. Ну, это понятно. Тома сидела. Ну, пришло время в школу уйти, она пошла в школу. Ну, с мамой ходила до школы, мама ее забирала. Сильно очень бояла машин красного цвета. Потому что ее как раз, ну, украли на такой машине. Прям сильно боялась. Однажды уже дело было зимой. Она пошла в магазин. И когда выходила с магазина, она увидела того же Цыгана. Он ее схватил и потащил в машину. Но машина была другого цвета. Затащил и говорит, убежала, больше не убежишь. И привез ее опять домой. Дома говорит, все, я тебя уже продал. Тебе 14 лет, тебе надо замуж отдавать, я тебя продал. В пятницу приедут покупатели, тебя забирают, деньги заплачены. Забрали у нее одежду верхнюю. Она осталась в легком платье. Обувь забрали и все. Она говорит, я в страшную панику упала. Она горько плакала, умоляла Бога. Вторник, среда. А в четверг, говорят, пошел сильный-сильный снег. Метель, метель весь день и всю ночь. И мне пришла мысль, я убегу этой ночью. Ночью проснулась. Вышла босиком и побежала. Мороз большой, метет, и я побежала. А брат рассказывает, говорит, сплю. Тот, которому первый раз прибегала. И услышал, что что-то кто-то грюкнуло во дворе. Женя говорит, Галя, кажется, что-то застучало. Я тоже слышала. Она бежит, бежит в платьичке летнем, босиком, снега по колено, бежит. Решила или погибну, погибну, или убегу. Третьего варианта не будет. Еле-еле перебралась через калитку и на пороге упала. На улице на пороге. И вот этот стук услышал хозяин. Говорит, я вышел. Лежит девчушка. Я, спугался с одной стороны. Взял ее и узнал. Марина, это ты. Она, говорит, уже не могла говорить. Она была полностью замерзшая. Мы ее растерли. И она плачет. И вот брат Александр, говорит, звонок мне опять ночью. Марина опять прибежала. Я думаю, или он шутит. Ну как, вроде же мы отвезли ее. Серьезно, говорит. И там дело, похоже, серьезное. Но, говорит, я выехать не могу. Все заметенное. Дороги заметенные. Он говорит, сейчас найдем машину. Находят машину, которая может проехать. Забирают ее и быстро увозят до Александра. До этого служителя ответственного. Ну, а цыгане они долго засыпают. А потом долго спят под утро. Проснулись. Цыган туда уже подальше, к 11. Кинулся ее нету. На улице следы заметенные, метельжишь. Кричать, кричать никого. В машину заводить, завел. Ворота открыть не может. Отгреб, открыл ворота. Отъехал, 5 метров забуксовал. Схватил топор и побежал. Прибегает к этому брату, который у меня прибежал. Где Марина? Он говорит, ищи. Нет, давай, говори, у тебя не у тебя. Ну, ты ищи, ты вот такой уверенный. А он говорит, со всего маху мне в дверь топором, как ударил. Он застрял в деревянную дверь топор. Говорит, сейчас если найду, я тебя зарублю и всех твоих детей. Он говорит, ищи, мне бояться нечего. Чего ты кричишь тут? Иди ищи. Он везде, везде поискал, поискал. Ну, конечно, ее уже не было. Она уже в это время ехала себе на родину второй раз. И пообещал, если все-таки он узнает, что она была здесь, расправу. Расправу. Ну, вот она приехала второй раз домой. И горько плачет. Говорит, мам, ну, что мне цыгане воруют? Других же не воруют. Мама помолчала, говорит, доченька, скажу тебе правду, что тебя воруют. Ты цыганка. Она расплакалась, какая я цыганка? Да не цыганка, мама. Марина, ты цыганка. Ты не плачет, я сейчас все расскажу. У нас с папой, с твоим, детей не было. Мы пошли в больницу, в роддом и сказали, если родится ребенок, от которого откажутся родители, мы с удовольствием возьмем. Наш телефон записали, мы несколько лет ждали. И вдруг нам позвонили. Есть девочка. Хорошая девочка, здоровый ребенок, но она цыганочка. Мать ее цыганка бросила. Возьмете? Мы пришли, посмотрели на тебя, на красивую маленькую цыганочку и решили взять. И вот теперь они видят, что ты цыганка, живешь у русских, ну или украинцев, без разницы, у славян, и тебя воруют. А на это я теперь только поняла, что я иду где-то на базаре, ко мне подходят цыгане и по-цыгански заговаривают, а я о них не понимаю. На вокзале где-то, везде за свою принимают. Ну а что делать? Третий раз ждать, пока украдут. И братья посоветовали, такой вот хороший совет дали. Уехать в табор до цыган, этой семьи, ради того, чтобы она, ее не подвергать опасности. В таборах у нас есть цыгане, Королева, Подвиноградова, другие сейчас на западной Украине, Закарпатье. Уехать туда и там жить. Ну, Александр, который рассказывал этот случай, я его совсем недавно услышал, хотя эта история уже имеет несколько лет времени, как прошла. Я в среду должен быть в таборах. Я обязательно спрошу, есть там такая Марина или нет. Мы с братьями поедем, мы каждый год проводим общение. Цыганский табор, молодежный лагерь. Бывает там такое, кстати, да. Почти все женатые, да, но они очень интересные. Я вам советую когда-нибудь туда приехать, впечатлений будет намного. Очень искренние цыгане, очень искренние цыгане проповедуют. И вы знаете, друзья, я удивляюсь, всякий раз посещая лагеря, мы проводим, потому что наше объединение ответственное, ну, или ответственно за наше объединение, ответственно за Закарпатью. И всегда очень дорого. Сколько хороших общений, сколько хороших. У нас есть братьев и сестер цыган. Действительно хорошие души, светлые, просвещенные. И вот мне появился теперь еще один вопрос, спросить за Марину, где она живет. Как? Очень даже интересно. Я думаю, что эту историю они должны знать, продолжение этой истории. Ну, а мысль вот какая из этого, друзья? Вот все-таки если наша природа греховная, нас враг будет воровать. Вот такую мысль я бы из этого взял. Нам надо срочно менять свою природу. Новую природу получать. Тогда мы будем под охраной Божией. Тогда у нас будет господин другой. И никто нас не украдет. И я вот еще один пример приведу. Насколько наши братья и сестры цыгане простые и искренние. Разбор книги пророка Ионы. И простой, там по-простому надо разбить. Что хорошего у Ионы, что плохого. Цыган поднимает руку. Я знаю, что хорошего. Из первой головы. Говори. Иона купил билет. Что-что? Написано, отдал плату за прос. Купил билет. Он молодец. Бесплатно не ездил. У вас была какая-то такая мысль? Там таких примеров я могу вам рассказывать. Но я не говорю к тому, что я собираюсь это делать. И я сижу, думаю, я прочитал Библию. Ну не знаю, может раз 50, может больше. Я такого еще откровения не получал. А для них это откровение. Все-таки надо за проезд платить. Ну все у меня. Да. Продолжение следует...